МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Остребительские цены выросли на 0,8%. Это максимальный рост цен за более чем 12 месяцев. На 12.30 запланированы две ожидаемых увлекации. Одна из них – это публикация предварительных данных об уровне ВВП США за первый квартал. Показатели роста уровня ВВП снижаются уже на протяжении двух кварталов, и ожидается, что в этой публикации мы также увидим признаки замедления темпов роста. В это же время будет опубликовано еженедельное обновление данных о количестве заявок на пособия по безработице в США. С 10 по 16 апреля количество первичных заявок сократилось на 6 тысяч и достигло минимального уровня с 1973 года. А количество повторных заявок сократилось на 39 тысяч вперед с 3 по 9 апреля. В 11.05 вечера выйдут данные об уверенности потребителей в Англии от GFK за апрель. Индекс находится на уровне нуля уже на протяжении двух месяцев. В час ночи будут опубликованы данные о деловой уверенности Новой Зеландии за апрель. В марте индекс деловой уверенности снизился, но компании более оптимистично настроены по отношению к ожидаемому найму, инвестициям и прибыли. И последними в час 30 после полуночи выйдут две публикации касательно экономики Австралии. Среди них и данные индекса цен производителей за первый квартал. Цены производителей растут уже на протяжении шести кварталов. В это же время выйдут данные о кредитовании частного сектора за март. В феврале объемы кредитования продолжили расти, но уже более стремительными темпами, чем в предыдущем месяце, когда был зафиксирован рост в размере 0,5%. Вы смотрели экономический календарь на четверг, 28 апреля. С вами был Киес Халил. В следующем выпуске мы представим вам обзор ключевых событий пятницы. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!